Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас будет очень интересное парфюмерное видео. Сегодня я вам расскажу о своем очень интересном заказе с интернет-магазина Рандеву. И, к слову говоря, этот аромат новинка этого года. Я еще не видела ни одного обзора ни на просторах YouTube, ни в Instagram, ни даже на сайте Фрагрантика. Ни одного отзыва нет на этот аромат, поэтому я буду таким своего рода первооткрывателем. И, кстати, к слову говоря, на сайте Рандеву, где я его, в принципе, приобрела, с 15 сентября началась грандиозная распродажа, очень большие скидки на парфюмерию. И, кстати, обратите внимание еще на то, что сейчас очень сильно начали подниматься цены на парфюмерию. Они, в принципе, в последнее время растут. И ожидается в ближайшее время еще такое приличное поднятие цен, потому что с осени всегда у нас, в принципе, осень, ближе к зиме, начинают расти цены. Поэтому, если вы откладывали покупку любимого аромата, то не откладывайте, приобретайте сейчас. Плюс еще к тому, что сейчас на сайте Рандеву действуют огромные скидки, еще вы можете применить мой именной промокод. Здесь я сейчас его оставлю, 10MariaV, и получить скидку 10%. И, кстати, мой промокод суммируется также со скидками на сайте. Это очень здорово. Кстати, не на всех сайтах есть такие преимущества, потому что чаще всего на сайтах, если товар акционный, то к нему уже не применяется купон на скидку. Здесь он действует, независимо от акции. Купон этот действует от 2500 заказа, и будет он активен до 15 октября. Поэтому поспешите, обязательно сделайте заказ. Я, кстати, к слову говоря, сейчас еще жду два заказа с этого сайта. Заказала свою давнюю хотелку, потому что мне показалось, что на сайте Рандеву самая выгодная на него цена. И вообще, в принципе, я только, можно сказать, на Рандеву и нашла этот аромат, потому что больше ни в каких интернет-магазинах он уже не представлен, так как это снятость. Поэтому жду этот аромат. И еще одна очень интересная посылочка ко мне едет. Поэтому, девчонки, обязательно пользуйтесь моим промокодом. Я знаю, что многие мои зрительницы уже сделали заказы на сайте Рандеву, писали мне, даже присылали уже фото своих заказов. Девчонки, я очень рада, что помогла вам сэкономить хотя бы чуточку денежек. Потому что наше парфюмерное увлечение очень накладное, и когда есть возможность сэкономить, это прям здорово. Итак, давайте приступим, конечно, к моему заказу уже. И, я думаю, по превью уже все догадались, о каком аромате идет речь. Это Escada Fair Love. И мне было безумно интересно, когда только увидела его анонс, я сразу поняла, что мне он нужен, я его хочу. Кстати, не в интернет-магазинах, как я вам сказала, в принципе, в нескольких всего, по-моему, интернет-магазинах я его видела. Но самая приятная цена именно на Рандеву на этот аромат. И, кстати, в розничных магазинах тоже я не видела. Вот недавно была в Золотом Яблоке, и там еще не представлен этот аромат. И мы с вами, кстати, сегодня мало того, что поговорим про этот аромат, и с вами сравним еще его. А с его, так сказать, прародителям это Candy Love. Так, что касается моего заказа, кстати, в заказе мне еще пришел подарочек. Подарочек, это, кстати, очень приятно, что на сайте Рандеву всегда в подарок вам кладут минимум два пробника. Поэтому два, это таких гарантированных пробников. Мне здесь пришел блюр-крем от Lumine. Второй подарок, это у меня Monger Lens, партнер-букет. И, кстати, это тоже новинка этого года. Так, давайте приступим к аромату, расскажу вам про него. Из этого аромата это у нас фруктовый, бело-цветочный, акватический, сладкий аромат. Здесь у нас верхние ноты, это груша на ши, малина, апельсин, средние ноты жасмин и базовые ноты лесной орех. Что могу сразу сказать про этот аромат, что он кардинально отличается от своего прародителя. Знаете, вот даже ассоциации, как будто вот эта версия, это такая юная девочка. Этот аромат подойдет и девочкам, и подросткам. Версия Fairy Love, это уже абсолютно другая история. Это уже аромат для девочек постарше. Опять же, не в том плане, что я как-то его хочу по возрастам делить и говорить, что это аромат для определенного возраста. Нет, звучание аромата более серьезное, я бы сказала. Я, честно говоря, не представляю этот аромат на подростки, потому что звучит он как-то более серьезно. Во-первых, на старте, да, я ощущаю грушу отчетливо и малина. Вот именно такой кислинку придает малина здесь и доминирующая такая нота груши. Я вообще, в принципе, люблю ароматы с нотой груши, вы об этом знаете. Соответственно, мне аромат понравился вот этим таким своим грушевым звучанием. Но груша здесь такая средняя, можно сказать, по своей спелости. То есть она не сочная какая-то, прям карамельная, но в то же время не совсем зеленая. И далее в игру вступает Jasmine. То есть я бы сказала, что этот аромат действительно бело-цветочный. У меня вообще, в принципе, ассоциация, если в аромате есть белые цветы, если направление бело-цветочное, в принципе, уже композиция для меня лично, в моем понимании, не особо приемлема для совсем юных девочек-подростков. То есть звучание за счет вот Jasmine становится такое более серьезное. И еще интересная здесь нота, это лесной орех. То есть лесной орех здесь придает такой каркас базу этому аромату, на который уже наслаивается вот это все. То есть как такой своего рода каркас орех, он прям максимально древесный, да, лесной орех. Вот именно ощущается вот древесность в аромате, и на него уже наслаивается Jasmine и также груша с малиной. Звучит аромат громко, аромат звучит шлейфово. Он такой заявляющий о себе. И честно говоря, вот допустим, если бы мне устроили какой-то слепой затест и нанесли этот аромат, я бы никогда, мне кажется, не угадала, что это эскада. То есть как мы привыкли, в принципе, что эскады это такие максимально позитивные, фруктовые, несерьезные ароматы, то это нет. Это, знаете, вот он абсолютно не клеится, допустим, с эскадовскими лимитками. Если брать, то эскада какие-то более ароматы посерьезнее, именно которые выпускаются в постоянной линейке, там может быть. Но прям вот это какой-то ДНК и почерк эскада я здесь абсолютно не читаю, потому что он не ощущается, он звучит как прям такой добротный люкс. То есть универсальный такой добротный люкс на все возраста. Допустим, только если, как я вам сказала, не совсем для юных девочек, допустим, где-то лет от 17-18, не младше и выше. Но за счет вот этих вот аспектов груши и малины аромат не уходит просто в моно-бело-цветочный и не становится таким душным. Но, как по мне, эта композиция именно на осень, на зиму, то есть он вышел очень в тему сейчас, то есть я его не представляю летом. Поэтому, если вам в принципе нравится эскада, но вы не являетесь поклонником таких их лимиток, допустим, что-то вам нравится более посерьезней, то присмотритесь. Также, если вы любите бело-цветочное направление с фруктами, то есть это цветочно-фруктовое направление, то тоже присмотритесь. И вот лесной орех тоже здесь придает такой пикантности, очень интересного звучания. Что, конечно, касается этой эскады, то это прям максимально девичий аромат. И, честно говоря, вот даже если сравнивать вот эти вот два аромата, тоже я бы ни за что не сказала, что это два, можно сказать, фланкера. Ну, конечно, это не фланкер, это как самостоятельный, может быть, аромат, хотя продолжение такое. Но при этом я здесь не читаю абсолютно ничего схожего. Опять же, это мое мнение. Возможно, кто-то скажет про эту эскаду, что он какой-то безликий, похож на множество люкса. Может быть, в этом я отчасти соглашусь. Не в том, что он прям безликий, но в том, что он звучит как такой среднестатистический люкс. Но, в принципе, мне кажется, это и неплохо, потому что для относительно бюджетных ароматов эскада такое люксовое звучание, такого среднего добротного люкса. Очень даже, мне кажется, это неплохо. Но вот, как я вам сказала, меня немного удивило то, что по пирамиде я все-таки представляла, что эти два аромата будут в одном ключе, что этот такой же будет беззаботный, вкусняшный, как это для меня. Здесь клубничка, яблочко, сливки. Он такой лактонный. Candy Love. Он такой прям девичий-девичий, какой-то кукольный аромат. То это прям девочка выросла, можно сказать так. То есть это прям идет такое становление девочки, превращение ее в девушку уже. То есть как-то прям прослеживается именно вот такой рост, развитие девушки как личности, можно сказать так. То есть именно взросление отображено в этом аромате. Но я не чуточки не пожалела, что приобрела этот аромат. Кстати, так еще интересно, я не помню, как на той коробочке на доме тоже достать, посмотреть. Но здесь интересно, что можно подписать коробку от кого и для кого. В общем, как такой подарочек. Интересно, тоже указано, что это будет лимитка, как и предыдущая версия. Но в принципе да. Кстати, в интернет-магазинах уже во многих пропала версия Candy Love. Возможно, это тоже будет такая лимитка и он быстро пропадет с полок. Но пока у нас в сетевых магазинах он даже не появился. Поэтому, если кто-то также уже заказал вслепой, пишите, как вам этот аромат, что вы в нем ощущаете. Мне будет это очень интересно. Как я и сказала, меня аромат абсолютно не разочаровал. Прям он пришел вовремя. Я сейчас активно им пользуюсь, потому что на свежем воздухе, когда стало уже попрохладнее, такая более ветреная погода осенняя, звучит он красиво, красиво шлифит. Груша здесь приятная, малинка, жасмин. Жасмин, да. Я вообще, в принципе, не являюсь любителем жасмина, потому что чаще всего жасмин меня душит. И если ароматы прям моножасминовые, не разбавленные никакими фруктами, ягодами, то все, для меня это нет. Но здесь вот малина и груша дают аромату возможность звучать более так легко, более приятно. И в принципе, знаете, что могу сказать? Что, возможно, это даже плюс в том, что аромат звучит уже не в духе эскадо, потому что вероятность того, что он понравится большему количеству людей, гораздо больше. Потому что многие не воспринимают эскадо, многие парфлюбители эскадо как серьезный аромат и за счет этого не приобретают. А вот эта версия может понравиться гораздо больше, потому что он действительно звучит как такой серьезный, приятный, добротный люкс. Поэтому вот. С удовольствием пользуюсь вам. Покупать, допустим, в стрипу или нет, если вы ждете от этой талимитки чего-то беззаботного для того, чтобы, допустим, использовать аромат дома, то тогда нет. Если вы хотите интересной композиции такого люксового звучания, то да. В принципе, я не думаю, что он кого-то разочарует. Если единственное, если у вас прям такая категорическая непереносимость жасмина, возможно, у вас чуть-чуть жасмин под души. Но, опять же, как я и сказала, я являюсь таким ярым нелюбителем жасмина, но при этом аромат мне здесь как бы нормально, не выдает мне ничего такого прям жасмин ужасного. Тут нет абсолютно никакой индольности, то есть он звучит так приятно, сглаженно, обыгранный фруктами и ягодками. Поэтому я своей покупкой довольна. Теперь у меня два таких красивых сердечка. Доча моя, конечно, вообще просто без ума от этих ароматов. Прям такие две игрушечки. Вот у меня получился заказ. Теперь у меня есть новая эскада, чему я очень рада. Пишите свои впечатления об этом аромате, если уже успели с ним познакомиться. И вообще, в принципе, пишите свое мнение о бренде эскада, у их аромата, какие вам ароматы нравятся, какие нет. Вообще, как вы относитесь к этому бренду. Для вас это ароматы больше такие незатейливые для дома, либо есть такие композиции, которые вы с удовольствием носите не только дома, но и куда-то на выход. И, может быть, какие-то ароматы комплементарные из тех, с которыми вы знакомы. Но, в принципе, мне кажется, ароматы эскада в основном все должны быть комплементарны, потому что они максимально позитивные такие, игривые, фруктовые, какие-то такие пляжные, по крайней мере, лимитки. Поэтому, мне кажется, все-таки такое направление самое комплементарное. Люди любят приятные, вкусненькие ароматы, а эскада, в принципе, такими и являются. И еще раз напомню вам о своем промокоде. Не забывайте использовать его, если делаете заказ на сайте Рандеву. Там действительно очень приятные скидки, большой ассортимент, поэтому переходите, смотрите ссылочку на вот этот ароматик. Я оставлю вам под видео. И, как и сказала, что с моим промокодом он выйдет гораздо вам дешевле. И это приятно, всегда приобрести парфюм с хорошей скидкой. В общем, огромное вам спасибо за внимание. Если не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Также обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Сейчас очень активно веду Инстаграм. Мне нравится делать красивые фото, писать отзывы, посты о ароматах. Прямо меня это как-то так затянуло. Я получаю от этого просто колоссальное удовольствие. И думаю, вам тоже будет интересно, что я там творю. Поэтому подписывайтесь. Буду вам очень рада. И прекрасного вам осеннего, теплого настроения, чтобы подольше у нас продлилось бабье лето, чтобы как можно дольше было хотя бы еще немного тепло. Потому что холод, конечно, он же подступает. От этого никуда не деться. Но холод холодом. Я все-таки желаю вам в первую очередь тепла в душе, побольше теплых, любящих объятиев. И пусть у вас все будет замечательно. Берегите друг друга. Крепкого вам здоровья в этот осенний период. И всех вас очень люблю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok